АВТОБУСА НА ГОРИЗОНТЕ А вот легенда другое говорит. Жил да был на берегу моря со своими домочадцами морской мифх по имени Нюкля. Давно это было, когда еще деревья были большими, а звезды прямо с небес слетали на землю, чтобы отдохнуть у костра, послушать песню да поесть пьюковую. Промышлял Нюкля нерпу, кормился рыбой, икру приготовлял да русским продавал, за бутылку воды огненной ведро икры. Шибко большое хозяйство было у Нюкли, детей было много, каяков было столько, сколько пальцев на руках и ногах, железные наконечники у гарпунов были, сети были у Нюкли большие. Хорошо жил Нюкля, богато жил, много работал, много промышлял, много икры приготовлял. И вот пришло время Нюкле идти к предкам своим. Все, что имел и умел, он передал детям. Крепкие яранги оставил, помолился и пошел. Пошел, да и остановился у моря. Куда идти, думает. Направо, налево. Присел на корточки, трубку закурил. Стал думать. Долго думал. Три трубки думал, но так ничего и не придумал. Стал четвертую трубку набивать. Тут скала, что возвышается на самом берегу, стала вроде потрескивать. Интересно стало Нюкли, что это за звуки такие. Спрятал он трубку за пазуху, подошел к скале поближе. А потрескивание стало врастать. Поднялось, как вал водяной до небес, и превратилось в зов неведомый. Иди ко мне, Нюкля. Иди ко мне. Вот чудеса, думает Нюкля. Словно зовет меня кто-то. Посмотреть, что ли? И пошел Нюкля к скале, зовущей его. И тут узрел он, как раздвигается скала, и открывается широкий проход. И там узнал он путь, по которому надлежит ему идти. И шагнул Нюкля на путь ему надлежащий, и пошел по пути этому. И как пошел он по пути этому, то содвинулись стены скалы и закрыли Нюклю. И путь ему одному надлежащий закрыли. Много прошло с той поры дождей и метелей, смыло навсегда прибойное безжалостное море дорожку следов, что оставил Нюкля, уйдя в скалу. Да и сама скала посидела, осыпалась, стала похожа на полусъеденную сахарную голову. Оттого так и зовется — сахарная головка. Только осталась узенькая расщелина, что была когда-то Нюкля проходом. Пытался сынулька мой когда-то протиснуться в нее. Но дальше двух-трех метров это ему не удавалось. А и страшно было. А вдруг проход откроется и поманит Нюкля. Иди ко мне. И выскакивал он из расщелина, учащенно дыша и оглядываясь, не видел ли я испуга его. А я делал вид, что не видел. Да, письмо он мне недавно прислал, как побывал на Нюкле. Слезы бессильной злости наворачивались на глазах его. Когда видел он, во что теперь превратилась Нюкля, изгаженная нынешними людишками. Проход в скалу завален пивными бутылками, мусорными пакетами, банками, рваными презервативами. Ой-ой-ой-ой. Люди, люди, ни за какие деньги не купить вам той икры, что делал Нюкля. Никогда не ощутить ее тающий, исчезающий в вечности вкус. Нет ее. Вы ее уничтожили с жадностью своей необузданной. Что скажете вы пред престолом за алчность свою? Нечего вам будет сказать. И кара вечная настигнет вас. Они в хивернутся. И снова оживут легенды. И Нюкля пойдет добывать нерпу, икру приготовлять, юколу есть, петь песни звездам. Вдруг он оживился. По дальнему склону горы дымился приближающийся клубок пыли, несущий внутри себя железное тело долгожданного автобуса. Ага, все, братцы, автобус. Дед Беспалый засуетился, бросая остатки снастей в рыбацкий свой ящик. Слушатели, как завороженные, не шевелясь, следили за его телодвижениями. Чего вы сидите? Автобус идет, говорю. Очнувшиеся слушатели внезапно обнаружили себя на речном берегу, повскакивали с мест, засобирались и всем гуртом поспешили на остановку. Мы подержим, подержим, ты не спеши, дед. Не спеши, а то споткнешься еще. Автобус-то далеко еще, успеешь. Не спеши, мы подержим. Подержим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok